К строительному шуму в Княгине не кажется привыкли все. Даже птицы из домашних хозяйств не пугаются монтажных работ по установке деревянной горки. Голова местного самоуправления Дмитрий Тараканов уверен, зимой тут будут собираться сотни детей и их родители. К благоустройству бульвара желаний переступили в прошлом году по программе формирования комфортной городской среды и создали прогулочную зону, установили фонари и лавочки. В этом году работа продолжается. Выделили более 4 миллионов рублей. Благодаря этим средствам пешеходная зона соединит верхнюю и нижнюю части города к середине осени. Стройка идет и рядом с центром города в конце улицы Люкина по программе поддержки местных инициатив. На создание новой зоны отдыха направили более 4,5 миллионов рублей. Совсем скоро это место станет сквером имени поэта Александра Люкина. В мае администрация своими силами организовала несколько субботников и вырубила здесь все сорные деревья. Месяц назад к работам присоединился подрядчик. Тут появились дорожки и открылся вид на это озеро символичным названием Банне. Эта локация в почете не только у банщиков, но и у поклонников творчества Люкина. Стихотворцы планируют устраивать здесь поэтические вечера и концерты. После обустройства площадки установят специальные беседки для чтения и книговорота. Наша задача, основная задача нашей команды это не испортить и ни в коем случае не увести вот это развитие княгини куда-то в какую-то другую сторону. То есть нужно сохранить то, что есть, исторические моменты. Потому что княгиня очень большая, то есть красивая история. И нам нужно вот это сохранить, чтобы люди использовали вот эти места, вот эти пространства дальше. Потому что мы видим развитие именно в привлечении сюда людей, в привлечении молодежи. Ведь княгиня считается самым студенческим городом Европы. И молодежи у нас здесь действительно много. Как только ограничительные меры по коронавирусу будут сняты, в княгине не обещают устроить фестиваль, который соберет гостей со всей области. Александра Шеломцева, Валерий Шакуров. Время новостей.